Мэрия сегодня в очередной раз предложила присоединить Солонцовский сельсовет, его часть, Красноярску. Новый участок позволит, цитирую чиновников, обеспечить условия устойчивого социально-экономического развития. Конец цитаты. Но такой заботой администрация, очевидно, затронула интересы ряда депутатов. Продолжение темы в сюжете далее. Предлагается присоединить земельные участки Солонцовского сельсовета Емельяновского района к границе города Красноярска. Больше 400 гектаров земли власти решили присоединить к Красноярску. Эффект, говорят, не заставит себя ждать. Улучшатся жилищные условия, территория обретет единый архитектурный стиль, а в казну каждый год от развития нового участка будет поступать больше 50 миллионов рублей. Идею уже поддержали солонцовские депутаты, а вот наши плюсов, похоже, не поняли или не захотели. Например, те, у кого в Солонцах свои интересы. Я плачу в год полтора миллиона. Они собираются с меня брать. Ну, третья часть моя, считайте сколько? 20 миллионов. Зачем мне это нужно? Депутата по совместительству строитель Владимир Егоров арендовал в Солонцах землю под будущую застройку. Перспектива платить за участки в десятки раз больше ему не нравится, зато нравится другим. Несправедливо, когда заслуженный строитель Егоров уплачивает деньги арендные платежи также в бюджет Емельяновского района. Я считаю, что Владимир Владимирович Егоров прежде всего должен поддерживать бюджет города Красноярска. Мне, если придадут город, мне все проходить по новой. Я что в конце концов? У папа баню сжег, что ли? Я ничего не могу понять. И про патриотство, и про все эти дела. Ну, что это за дела? Если даже вы примете решение за, я оспорю это все дело в суде. Потому что земля моя. Проблемы коллеги, похоже, мало заботят другого депутата строителя, Розима Абасова. Он тоже ратует за счастье горожан, чтобы жилья было больше, а цен на него меньше. И буквально в течение нескольких лет закончатся большие площадки, и вы получите уменьшение объемов и увеличение стоимости. А спасти всех от строительного коллапса может только расширение территорий. Но не все такого же мнения. Другой строитель, Александр Карапачинский, предлагает развиваться в границах Красноярска. Тем более, что стань солонцей частью города, бюджету пришлось бы затратить миллиарды. За сколько бюджет должен затратить? Было названо 10 школ. Так вот это 7 миллиардов. Вы подумайте. А на каждую школу еще 2 детских садика по 200 миллионов. Еще 4 миллиарда. Это 11 миллиардов и так далее, так далее, так далее. Город не должен разрастаться, когда у него внутри трущобы. Вот вспомните, пожалуйста, этот постулат. Улица Кутузова, Пирогова, Софьи Ковалевской. Вот, так, пожалуйста, создайте, администрация города, создайте условия, загоните вы нас туда. Так и не придя к общему мнению, депутату решили отложить вопрос. Тем более, что скоро должен прийти ответ из прокуратуры. Депутаты попросили оценить такую инициативу. И уже после народные избранники обсудят идею на комиссии. Виктория Лопатайте, Светлана Овсянникова, Дмитрий Комаров, 7 канал.